добрый день на сегодняшнем уроке мы разберем практическое такое применение по заднелатеральной цепи по крутого григория михалыча это очень значимая цепь посмотрите пожалуйста у нас есть отдельный даже по моему несколько видео уроков по этой цепи в плейлисте теория значит сам саму эту цепь можно разделить на четыре таких группы мышц и первое травмируется это как правило широчайшая мышца большая приводящая и мышца поднимающая лопатку то есть уже по названию мышц мы понимаем что как много проблем с этими мышцами мы имеем и как часто на ней жалуемся следующая группа такая же частотная это грушевидная малая значит на малая грудная и клюво плечевая мышца и также к ней относятся короткие приводящие третья цепь которая относится к большим ягодичным подосной и гребенчатой и заключительная часть этой цепи это наша диафрагма рта сегодня мы попробуем разобрать упражнение которое практически подключает все эти мышцы в одной такой целостное движение и самое важное что больше акцент будет все-таки на широчайшую мышцу которая чаще всего запускает вот эти нарушения связаны с этой цепью и эта цепь она отвечает за нашу а такую вертикальную позицию за сохранение положения в вертикале любое смещение крестца будь связано с грушевидной или широчайший так или иначе будет добавлять для нас проблем итак мы садимся в так называемый z сед если вы не можете сесть вот в положении z седа никакого значения это не имеет что нам нужно получить нам нужно чтобы одно бедро было развернуто наружу а другое было повернуто внутрь то есть вот это положение это то же самое то то есть идея да то есть абсолютно нас не интересует как это будет жесткой конструкции или не жесткой и мы мне просто удобнее с точки зрения съемки мы ставим нашу руку широчайшая мышца крепится к плечевой кости грудной части ко всему крестцу и она такая некая опора сзади и она должна в общем-то обеспечивать наше комфортное ощущение опоры на нашу руку что мы делаем мы пальчиками заходим за лопатку и нам нужно ее услышать и где же там она у нас как-то включается мягко нажимаем на руку и пробуем приподнять себя с небольшим вращением плечевой кости внутрь то есть маленькая движение да то есть мы делаем движение нам нужно телесно ощутить где же эта мышца я думаю что вы услышали тут же вы услышали мышца которая подымает лопатку потому что может оказаться что вы сейчас затяните лопатку вверх и помните про большую приводящую дот то есть мы чувствуем что у нас включается и большая приводящая есть прекрасно теперь нам нужно в это движение подключить диафрагму рта потому что как правило травматизация разницы в диафрагму рта может влиять на эту цель что мы делаем мы разворачиваем голову к руке медленно открываем нижнюю челюсть и опираясь на руку начинаем медленно приподнимать и чувствуем что у нас лопатка прижимаясь движется в сторону позвоночника то есть мы такое мягкое даем смещение опускание для начала можно пользоваться контролем и так начинаем движение поворот головы мягко чуть-чуть голову вниз нажимаем на ладони открываем нижнюю челюсть вес уходит на руку и мы чувствуем движение и мы мягко приподнимаем через опору на ноги у нас идет разворот внутрь наружу и мягко опускаемся вниз и делаем это движение мягким комфортным наблюдая насколько согласованы наши движения можно без контроля еще разочек мягко можем ли мы распределить эту нагрузку и в конечной точке мы чувствуем что мы можем чуть-чуть завалиться опуститься на плечо и вытолкнуть лопатку то есть для нас это не составляет физической проблемы то есть достаточно понятное для нашего тела движения если нет мы обучаемся этому движению и мягко выталкиваем возвращаемся ложимся на спину и сравниваем а как это движение повлияло на наше тело почувствовали соприкосновение грудной клетки справа слева вспомнили про конгломерат мышц которых мы назвали здесь и мышца поднимающая лопатку и малая грудная клювоплечевая широчайшая подосная вспоминаем ощущаем как ощущается бедро как ощущается приводящая группа гребенчатая и то же самое делаем для другой стороны и здесь нас могут ждать особенности с одной стороны понятно комфортно а с другой стороны нет особенно то плечо то лопатка которая вас чаще всего беспокоит и так опора рука контроль вес чуть-чуть внутрь да то есть мы чуть-чуть плечевую кость внутрь и мягко чувствуем где же та мышца как она вообще связана очень хорошо и теперь выполняем движение поворот головы чуть-чуть вниз открываем нижнюю челюсть и поднимаем себя вверх и опускаем вниз очень хорошо и так несколько раз если разница опускаемся вниз очень мягко с полным контролем если у нас разница выполнение еще раз очень хорошо если вы заметили разницу напоминаю что мы можем пользоваться не увеличением количества повторов со слабой стороной а мы ощущаем какими мышцами выполняем на той стороне где нам более комфортно мысленно прорисовываем это движение этими же мышцами значит только симметрично перенесли для другой стороны и пробуем выполнить и получить те же ощущения надеюсь что вы найдете много нового в этом движении и желаю успеха в освоении собственного тела